Приветствую вас! Давайте мы с вами пойдем в хронологическом порядке сейчас по вашему вопросу. Значит, вы говорите, что поступили на магистратуру, но свою группу еще не видели, потому что болели. Теперь ваш страх, что группа уже вся сдружилась, а вы, соответственно, будете аутсайдером в этой группе. Вот. Что я вижу здесь, во-первых, да, что я вижу? Я вижу, как-будто чувство вины у вас сперва. То есть вы как-будто испытываете вину за то, что болели. Я, конечно, не знаю, но я не думаю, что вы хотели болеть в этой ситуации. И поэтому несколько странно выглядит то, что вы испытываете вину, как будто бы, за то, что болели. Вот. Это первый момент, то есть чувство вины за то, что вы болели. Почему? Здесь сразу возникает такая мысль, значит, а что если вы себе болеть? Например, не позволяете, потому что, ну, чувствуете, что, допустим, не должны болеть. Но подпознательно заболеть хотите, чтобы вам было больше внимания. Значит, и теперь, когда вы отболели, вы испытываете чувство вины за то, что воспользовались таким, ну, может быть, по вашему мнению, не очень хорошим, правильным способом для получения внимания. Вот. Потому что, ну, как я уже сказал, несколько странно испытывать чувство вины за то, что вы болели. Только если вы не сделали это специально. То есть только если вы специально не начали болеть. Ну, то есть если не испытывали радость от того, что вы болеете. Это первый момент. Значит, если мы говорим дальше про следующий момент, то вы говорите, что месяц это достаточно большой срок, судя по тому, что я понял. Ну, здесь тоже очень интересный момент. Значит, так, почему вы считаете, что месяц это большой срок? Это первое. Второе. Значит, вы говорите, что для меня не заставляет сложности зависти диалог, и что вы человек общительный, но при этом вы иногда не знаете, о чём говорить. Не потому что мало интересов, а потому что они весьма специфичны. Понимаете, специфичность ваших интересов здесь, вот именно специфичность ваших интересов здесь, она не ясна. Потому что вы поступаете на магистратуру, вы в любом случае, ну, наверное, в любом случае, вы имеете что-то общее с этими людьми, в любом случае. И да, может быть, может быть интересы специфичны, но простите, если вы поступили на магистратуру, даже как минимум, у вас есть что-то общее с этими людьми. Я думаю, я думаю так. Другое дело, конечно, насколько вы сами считаете так, насколько вам нравится то, что вы делаете, я имею в виду тот предмет, та специальность, по которой вы поступили в магистратуру. И как, несмотря на специфичность интересов, да, вы собираетесь, грубо говоря, налаживать связь с людьми. То есть, если вы говорите, что интересы специфичны, то это означает, что вам достаточно сложно будет с ними сблизиться. Но если вам будет достаточно сложно с ними сблизиться, значит, это нормально. Дело не в том, что вы болели, а в том, что просто интересы специфичны. И это значит, что эти люди никак не смогут стать вашими друзьями. Потому что специфичные интересы. Но если вы говорите, что эти люди подрушились уже за месяц, хотя за месяц взрослые люди никак не могут подружиться. То есть, мне кажется, что здесь вы в некоторой степени мыслите ещё, знаете, ну, по-детски. Как-то, если я правильно вас понял, то вы в этом аспекте мыслите по-детски достаточно. Потому что взрослые люди, которые поступают на магистратуру, да, они никак не могут за месяц подружиться. Потому что, ну, возраст уже не тот. Люди сближаются не так быстро, как в детстве. Вот. И здесь, на самом деле, очень важный момент. Очень важный момент. Что вы, вот, немножечко противоречите себе. В этом аспекте. То есть, вы, вроде бы, говорите про дружбу, но в то же время подчёркиваете специфичность интересов. Тем самым, как бы, выставляя барьеры между вами и ну, сокурсниками. Ну, вот. То здесь ситуация, мягко говоря, противоречива. При поступлении на бакалавриат мы все были детьми, а везде всё иначе. Опять же, здесь непонятен такой момент. Это те же люди, что поступали на бакалавриат, что и на магистратуре сейчас, или другие. Или вы так просто высказываете свою мысль о том, что бакалавры – это дети, а, соответственно, магистры – это уже не дети. Если не дети, то я полагаю, что ни о какой дружбе за месяц речи вообще не идёт. Значит, далее. Тем более за такой немаленький срок. Это месяц, да, но об этом я уже сказал. Меня беспокоит перспектива сидеть одной. Одна вы, даже если и будете сидеть одна, то вам никто не мешает в первый же день, в первый же, значит, час влиться в компанию и, в общем, как бы нажать разговор на общую вас систему. Если вы общительный человек, как вы говорите, вот, если вы всё-таки стесняетесь, если вы всё-таки не знаете, о чём говорите – это уже другой вопрос. Понимаете? Вот. Но я полагаю, что здесь нужно быть вам в первую очередь, честной самой собой. Вот. Я думаю так. Я думаю так. Дальше, значит, смотрите. Что интересно. Вы говорите, что меня беспокоит перспектива сидеть одной. Почему? Если это магистратура, и там уже довольно серьёзные люди, как вы говорите, уже не дети, да? То есть и вы, получается, уже не ребёнок. Если вы не ребёнок, то почему вы беспокоитесь из-за того, что, собственно говоря, можете сидеть одна? Как обстоят дела с вашими социальными контактами помимо учёбы, помимо образовательной деятельности? Надеюсь, вы понимаете, что это, ну, достаточно важный вопрос. Потому что здесь, опять же, возникает противоречие. Перспектива сидеть одна, перспектива сидеть в одиночестве. Это, ну, скажем так, выражение, да, это формулировка. Именно детская, это не взрослая формулировка, потому что на момент, на момент, когда вы поступаете в магистратуру, вы уже, по идее, должны быть с друзьями. Здесь тоже что-то не так, здесь тоже есть какая-то, ну, видимо, видимо, какой-то контекст, о котором вы здесь не говорите. Вот. Как я, как я думаю, как я полагаю, как, ну, как это видится мне, по крайней мере. Потому что я не говорю, что вы обманываете. Вот. Но, может быть, может быть, что-то вы здесь не хотите говорить, рассказывать. Так, значит, то есть формат перекинуться парой слов меня не устраивает. Мне кажется, что это будет смотреться странно, все общаются группами и т.д. Так. Во-первых, это вас не устраивает формат? Перекинуться парой слов. Если да, то почему именно вас такой формат почему не устраивает? Лично у вас есть заинтересованность в том, чтобы такого формата не было? Если да, почему? Далее, вы говорите, что это будет смотреться странно. Все общаются группами и т.д. Здесь момент такой. Вас, очевидно, волнует общественное мнение. Опять же вопрос. Почему? То есть, если вы общительный, уверенный в себе человек, поступили на магистра, да, в какой-то профессии, то есть уже не ребенок, уже даже не студент, да. Почему вас волнует общественное мнение? Понимаете ли вы, что это странно? То есть, чем вы руководствуетесь, когда, вот, боитесь, не желаете сидеть одна? Из-за того, что на вас будут странно смотреть, из-за того, что вы чего-то боитесь, здесь вы боитесь чего-то другого. Вы боитесь, например, того, что на вас не будут обратить внимание. Вы боитесь того, что вы, возможно, будете незначимы, недостаточно значимы, либо вы будете в стороне от общества. И, полагаю, у вас есть потребность в том, чтобы чувствовать себя значимой. И именно это то, что вы хотите. Именно это то, чего вы желаете. Именно это то, что вам нужно. И, возможно, именно поэтому вы и заболели. Потому что хотите быть нашим. То есть, понимаете, вы даже по факту, по факту, не задаете вопрос. Ну, то есть, вы говорите, что вы не знаете, как вести себя в такой ситуации. Я полагаю, что задаться нужно следующим вопросом. А почему я не знаю, как вести себя в такой ситуации? Почему я не знаю, как себя вести в этой ситуации? Ибо сама по себе ситуация вполне необычна. Это вполне нормально, что вы, а это может быть и кто-то другой, не обязательно вы, заболели. Это нормально, что вы могли заболеть. Это нормально, что вы могли, ну, не приходить на, там, ну вот, на пары и так далее, и так далее, и так далее. Это нормально. Но почему-то вы, почему-то вы так не считаете. И у меня вопрос. Почему? У этого есть причины. Есть причины, по которым вы не считаете, что это нормально. Важно понять, что это за причины. Важно понять, почему они, эти причины есть. И если вы сможете эти причины увидеть, я полагаю, вам, как минимум, будет легче. То есть, по большому счёту, по большому счёту, основная трудность заключается в том, что вы оказались в тупике. В тупике вы оказались, естественно, естественно для себя. То есть, это ваш тупик. Вопрос в том, что вас туда загнал. Почему вы не рассматриваете вариант общаться на те интересы общие, которые, по идее, у вас есть. Да, они специфичные. Да, они могут быть нестандартные. Но они есть. И я полагаю, что если вы учитесь на магистра в этой профессии, в этой специальности, то я полагаю, что вы уже знаете свои интересы, что вы знаете свои цели, вы знаете, куда вы идёте. И люди, которые с вами учатся рядом, они тоже знают, куда они идут. И вопрос в том, почему вы не чувствуете себя равной среди них. Может быть вы не считаете себя такой, как они? Может быть вы считаете себя хуже? Если так, то почему? С чем связано то, что вы считаете себя хуже? Откуда эта установка? Какие мысли у вас возникают, когда идёт речь о том, что вы можете быть хуже? Хуже, например, чем другие. Я полагаю, так можно ответить вам на ваши вопросы. Если отвечать буквально, то нужно быть открытой, весёлой, разговаривать на темы, что вас объединяет, сразу объяснить, почему вы не пришли, посмеяться над собой, ну только так, знаете, без унижения, да? То есть это не унижительный смех, непринижающий смех. Ну вот. И, собственно, не бояться иронизировать над своей, как бы, болезнью, за которую вы не несёте, я полагаю, никакой ответственности. Или не несёте, тогда нужно избавиться от чувства вины. За это. Для того, чтобы избавиться от чувства вины, нужно реализовать то, чего вы хотите. Например, потребнозначность. Вот. Чтобы её реализовать, нужно сперва увидеть, что мешает ей реализовываться естественным образом. А это что-то в ваших детско-родительских отношениях, я полагаю. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Я буду рад вам помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!